В современном маркетинге главное не испугать прикормленного покупателя. Поэтому Lexus NX второго поколения больше похож на рестайлинговый вариант прошлого. Неудивительно, ведь формат и дизайн модели изначально вышли настолько удачными, что для 7 из 10 покупателей это был первый автомобиль марки Lexus. Со сменой генерации формат и габариты остались прежними. При этом NX перебрался на самую свежую из тойотовских платформ, что принесло увеличенную колесную базу, пониженный центр тяжести, расширенную колею и современную электронику. Европейцев вдобавок порадует появление подзаряжаемого гибрида. Между прочим, это первый Lexus такого толка. Его максимальная мощность составляет 306 сил, а схожая по конструктиву неподключаемая установка выдает 244 силы. Нам бензоэлектрические машины ожидаемо не положены. Основную кассу соберут традиционные атмосферные версии мощностью 150 и 200 сил, а любителям Горяченкова припасут новейший турбомотор объемом 2,4 литра. Самой младшей версии полагается вариатор, а двум другим – 8-диапазонный автомат. Трансмиссия скроена по прежней схеме, правда у многодисковой муфты появился преднатяг, из-за чего пресс-релиз теперь гордо именует полный привод постоянным. Было логичным предположить, что оформление салона сохранит прежний стиль, но нет. Новая дизайн-философия под названием «уздечка» принесла замысловатые линии и формы, а также большой, слегка повернутый тачскрин-медиа-системы. При этом японцы наконец поняли, что экономить на мультимедийке нельзя, внедрив аж 14-дюймовый экран и шуструю начинку. Хотя базовый медиакомбайн имеет более скромный, но тоже немаленький дисплей на 9,8 дюйма. Сенсорные панели вместо кнопок, многоцветная контурная подсветка. Без всего этого нельзя представить современный премиум. Также не обошлось без такого фетиша всех автопроизводителей, как полуавтопилот. Так что NX продолжит пачками поставлять Лексусу все новых и новых клиентов, даже учитывая, что новинка наверняка будет стоить хорошо за 3 миллиона рублей. Впрочем, точные цены планируют объявить только до конца лета, а старт продаж намечен на конец осени. И напоследок немного факультативной информации. Чисто электрической версии на удивление не будет. В планах марки вывести отдельный батарейный кроссовер. В его разработке также принимает участие инженеры Subaru, а в гамме Toyota появится родственная машина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова